Чтоб я так жил, Димон. Я очень советую вам посмотреть фильм фонда борьбы с коррупцией про дачи, виноградники, поместья и яхты Медведева. И посмотреть его даже не для того, чтобы узнать, какие конкретно поместья, квартиры и горные хребты принадлежат Дмитрию Анатольевичу, как они выглядят и где находятся, а посмотреть для того, чтобы испытать это чувство. Чувство это вовсе не обязательно будет возмущением, отвращением или омерзением. Хотя то, что вы увидите, это преступно и позорно для страны. Нет, я о другом. Вот вы посмотрите на все это великолепие, а потом прислушаетесь к себе. И внутри, если не у каждого, то очень многих прозвучит этот коварный голос. Блин, да чтоб вот я так жил. Неужели вы, глядя на бассейн и лифт для автомобиля, мраморную лестницу в квартире как дворец, не захотели хоть пару дней пожить так же? И чтоб особняк в Питере, и вилла 17 века в Италии, и родовое поместье в Курске, и просто поместье в Плесе. Мы не святые аскеты и не альтруисты, но в массе своей много работаем за маленькие деньги. А тут на экране такая жизнь, о которой мы даже и мечтать не можем. Но кто-то такой жизнью живет, и мы этого человека знаем, и он один из тех, кто нами управляет. В конце Навальный говорит слова совершенно очевидные, но оттого не менее правильные. Там, на вершинах власти, все это не секрет, потому что на вершинах власти они все живут так или примерно так, сообразно занимаемым постам и степени своей наглости. И я удивлюсь, если хоть кто-то среди них, кто живет иначе. И вот именно для этого они во власть и стремятся. Именно поэтому власть является главным активом в России. Ни твои таланты, ни твои мозги, ни твоя находчивость или изобретательность, ничто здесь не имеет значения. Имеют значение только должность и полномочия. В России нет смысла становиться Илоном Маском, потому что здесь не нужны люди, меняющие мир. Здесь нужны люди, которые оставят все, как прежде. В России не нужны люди, которые зарабатывают деньги, благодаря невероятным технологиям или современным производствам. Потому что это хлопотно и дорого, и долго, и риск велик. Гораздо проще и гораздо быстрее можно заработать, будучи прокурором, судьей, министром или даже премьер-министром, как выясняется. Точнее, не зарабатывать, а просто получить. В развитых странах деньги важны, потому что они дают власть. В России наоборот. Власть дает деньги. В то же время власть может эти деньги отнять. Спросите у Ходорковского, который был самым богатым человеком в стране и вознамерился что-то поменять в политике. Что с ним стало? Понравилось ли ему? Вот поэтому теперешние олигархи не допускают прежних ошибок и будут жертвовать миллиарды во всякие липовые фонды и дарить усадьбы, чтобы оставаться олигархами, а не шить варежки на зоне. Фильм Навальный сделал мощный, но я сомневаюсь, что этот фильм взорвет общество. И не только потому, что узнают о нем все равно меньшая часть населения, а еще и потому, что миллионы наших сограждан сами хотели бы так жить и жить так не благодаря своим талантам и предприимчивости, а чтобы иметь власть и иметь все, что эта власть может дать в этой стране. А дать она может все, что угодно, была бы фантазия и наглость. Антон Орех Субтитры создавал DimaTorzok